Девушки отдыхают На зимних Олимпийских играх Нагана используется компьютерная информационная сеть, созданная компанией IBM. Одна из подсистем предназначена для обработки результатов, поступивших с мест проведения соревнований. Данные будут оперативно размещаться на электронных табло, в средствах массовой информации и интернет. Другая подсистема поможет комментаторам в освещении событий Олимпиады. Она предоставит десятки мегабайт самой разнообразной информации. К примеру, можно будет выяснить, когда бобслей стал олимпийским видом спорта, или сколько в совокупности весит японская сборная. Ряд крупных американских компаний, такие как IBM, Trecom и Cisco, объявили о поддержке проекта высокоскоростной сети Интернет-2. По замыслу создателей, эта сеть станет для ученых новым средством коммуникации, обеспечивающим сверхвысокие скорости обмена информацией. На первом этапе сеть охватит семь университетов США. Предполагается, что скорость передачи данных через Интернет-2 составит более 600 мегабит в секунду. Это на порядок больше существующих на сегодняшний день значений. Многие отечественные производители компьютерных игр уже поняли, что банальными аркадами наших пользователей не удивить. И в последнее время стало появляться все больше продуктов, в которых игра объединяется с иллюстрированной энциклопедией. Компания Newcom, следуя этой тенденции, выпустила мультимедийные путешествия под достопримечательностям нашего мира. Вкратце сюжет следующий. Близи Земли потерпел аварию инопланетный космический корабль. Пилоту ничего не оставалось делать, как совершить посадку. Понятно, что для гостя из космоса наша Земля — неизведанная планета. Сколько красот и тайн откроет он, знакомясь с ее жителями и преодолевая неожиданные препятствия. Ваша задача — вместе с инопланетянами найти потерпевший аварию космический корабль. Для этого в игре есть подробная карта Земли, автомобиль, катер и универсальный пульт управления. В красочной энциклопедии находятся сведения о более чем сотне стран мира и двухстах крупнейших городах. Помимо этого, диск содержит информацию о достопримечательностях климате и населении нашей планеты. В качестве иллюстрации используются более тысячи фотографий, 20 слайд-фильмов и множество музыкальных фрагментов. На всем протяжении путешествия вас ожидают мини-игры, эдакие загадки, гонки и стрелялки. По нашему опыту, для исследования терра-инкогнито потребуется не один час работы с диском. Это связано с тем, что при запуске игры ваше начальное местоположение всякий раз будет другим. Помните, что эта терра-инкогнито — еще и огромный справочник по странам и городам. И вам, как возможному туристу, могут потребоваться сведения о климате, населении, обычаеях и образе жизни людей, а главное — о достопримечательностях каждого из городов. На этом наше сегодняшнее путешествие в мир виртуальной реальности и компьютерных технологий закончено. До завтра. Пока. ...набор для создания всевозможных роботов. Помимо традиционных блоков...